Гомельский Палацовый парк и ансамбль – знаковое место не только для Гомельской области. Сейчас он используется практически такой же популярностью, как в знаками этой мерзкой и неостивической замке. Что год только местовые музеи наведывают больше 400 тысяч туристов. В связи с тем, что выход на территорию свободны, подлечить огромную количество наведывальников немогчимо, но это явно больше миллион человек. Работы по добропорадкованию на территории Палацового парка и ансамбля, кажется, не спиняются ни на хвилину. В рельсиях это не только визитная картка региона, а где и ботаничный помник природы и республиканское значение. Гомельский Палацовый парк и ансамбль – соправды уникальное место. В этом году уже у нас отсвели луковичные растения. Их было больше 100 тысяч штук. Цветение было долгое, продолжительное. Надеюсь, что красивое, всем понравилось. Теперь у нас произошла смена луковичных растений на однолетние. Уже высажена большая половина площади клумб. Ну, работаем над этим еще. Бойцы из тут отрада, які складены с наученцами лицея ручного флота, на працу приходят до 8-х годин ранецы. На ближайшие 4-х годины я не станусь работниками Палацового паркового ансамбля. Обовязковый инструктаж по технице безопасности и задания на сегодняшний день про полка. Помещен тротуарными плитами постоянно растет трава, которую необходимо знищать. Выкористание химических речев тут заборонено. По-перше, помник природы, а по-друге – водохонная зона. А тому работы приходится выполнить вручную. Праца не ведьма творчая, а лень обходная. До речи, за месяц бойцы этого экологичного отрада повинны заработать не депо 130-140 рублёв при 4-х годинном працовном дне. Хоть головные не только гроши, удел у студотрадовским руку, это еще долучение до громадской коррестной прации, а так само выхование почуття дисциплины и отказности. Все это до речи заняток можно выбрать на любой густ. Это студенческие отряды и экологические, и волонтерские отряды, также существуют строительные отряды. Очень массово у нас применяется практика использования сельскохозяйственных отрядов. Всегда есть желающие в большом количестве. У нас проводится тщательный отбор, и, скажем так, лучших из лучших мы отбираем на различного рода работы. Олег Синчуров, Валерий Капанько, Телерадо, компания «Гомель».